Ремонтируют кровлю, меняют сантехнику, ставят ограждения и новые окна, а также строят спортивную площадку. К первому сентября ремонтные работы проведут в 33 школах и детских садах. Успевают ли в срок? Сегодня проверил глава города Михаил Гмырин. В детском саду Яблонька окна меняют впервые за 27 лет. Это необходимо по программе энергоэффективности. Тепло стало еще в четырех садах. Везде поменяли дверные проемы на пластиковые, лампы на энергосберегающие. На 16 объектах учреждения образования уже отремонтировали крышу, сменили сантехнику. Глава города посмотрел плоды и прошлогодние работы. Как выяснилось, на спортплощадке в 29-й школе всего одно баскетбольное кольцо. До конца недели сделайте кольца, потому что действительно пришли играть на площадку, а играть можно только на одно кольцо. Спортплощадка в этом году появится только одна у 20-й школы. Здесь уже подготовлено бетонное основание. Все работы стоят около 4 миллионов рублей. Еще часть средств направят от экономии на других аукционах по ремонту учреждений образования. А площадка универсальная. То есть здесь и волейбол, и баскетбол, и мини-футбол. Покрытие здесь будет из резиновой крошки. То есть очень комфортно, очень удобно будет заниматься спортом. Пока серьезных срывов у нас по срокам нет, я надеюсь, что до начала учебного года все запланированные работы будут выполнены. Кроме того, учитывая определенную экономию по денежным средствам, я думаю, что мы объем работ еще и увеличим. Еще на 17 объектах различные ремонтные работы в самом разгаре. Всего на эти цели городской и областной бюджеты выделили 100 миллионов рублей. Марина Хохлова, Михаил Тараканов, Вестник, Северодвинска.